Всем привет, спасибо большое за приглашение. Рад всех вас сегодня видеть, и сегодня мы будем общаться с вами о ракетных двигателях. И чего бы хотел начать свою лекцию, это с принципа, как устроены ракеты. В принципе, схематично, любая ракета устроена из основных элементов. Это полезная нагрузка, топливо, окислитель и ракетный двигатель. И, на мой взгляд, ракетный двигатель – это самая интересная и самая технологичная вещь ракеты, о которых мы сегодня и будем говорить. Они бывают разных типов. Первый тип – это твердотопливные ракетные двигатели. По большому счету, это просто труба, внутри которого в твердом виде некое топливо, его зажигают, и оно позволяет лететь нашей ракете вверх. Второй тип – это ионные двигатели. И третий тип – это жидкостные ракетные двигатели, о которых мы сегодня с вами более подробно и поговорим. Итак, как же сделать ракетный двигатель? Чисто теоретически любой из вас сможет без проблем создать ракетный двигатель, посидив полчаса где-то в каком-нибудь остром интернет-сайте и произвольно где-нибудь в каком-то участке земного шара у кого-то сработает ракетный двигатель. Но есть проблема. Это неконтролируемый процесс, а мы бы хотели создавать управляемые ракетные двигатели. В этом нам поможет вот этот парень. И подскажите, кто в зале его узнал? Можете поднять руки? Отлично. Где-то половина зала. Это Исаак Ньютон. И сервисок. Капитан Жак Воробей. И в частности, вот иллюстрация закона, который нам пригодится. Это кто угадал по картинке, что это за закон нашего замечательного ученого? У него их было три. Давайте попробуем угадать. Кто? Третий. Отлично. Сила действия равна силе противодействия. Итак, как мы видим, этот парень, скорее всего, не учил физику и плохо знает законы Ньютона, а третий закон не знает совсем. Как же поступают мальчики, которые хорошо учили физику в школе? Итак, вот здесь мы видим мальчика, который хочет подвинуть лодку вправо. Для того, чтобы подвинуть лодку вправо, он перемещает массу влево. Когда мы какую-то массу отбрасываем влево, наша полезная нагрузка двигается вправо. Это все, что нам нужно знать в первом приближении о создании ракетных двигателей. Итак, если мы хотим запустить нашу ракету куда-нибудь на Марс, что нам нужно сделать? Мы уже поняли, что нам нужно какую-то массу отбрасывать в противоположную сторону от нашего движения. Мы, конечно, можем взять туда заснуть мальчиков и отбрасывать их, но это будет не очень эффективно. Во-первых. Во-вторых, не все мальчики согласятся на такое. Поэтому нужно какой-то другой способ. Самый простой принцип построения ракетного двигателя заключается в следующем. Мы берем бак с горючим. Следующее, что нам необходимо, это бак с окислителем. И тут у вас может возникнуть вопрос, зачем нам два бака? Если у кого-то из вас есть автомобиль, он замечательно передвигается с одним баком. Мы залили бензин и поехали. Для чего нам второй бак с окислителем? Он нам нужен для следующего, чтобы поддерживать процесс горения. Почему наши автомобили на поверхности земли хорошо работают просто на бензине? Потому что у нас в атмосфере 21% это кислород. А кислород это очень хороший окислитель. И в большинстве случаев современные ракеты как раз и работают на связке керосин-кислород. И они кислород везут с собой. Потому что когда они вылетают высоко в космос, там нет атмосферы. И там нет кислорода для того, чтобы поддерживать процесс горения. Поэтому чтобы их двигатель работал, они кислород везут с собой с земли. И у них два бака. Бак надува нам нужен опять-таки для того, чтобы когда мы выходим за пределы атмосферы и гравитации, у нас может произойти такая ситуация, что у нас топливо начнет свободно летать по баху и не уходить вниз. Как в наших автомобилях, потому что он на поверхности земли и всегда топливо тянется вниз. Для этого здесь делается бак надува. То есть это просто какой-то инертный газ, который давит наше топливо и окислитель вниз. Чтобы оно хорошо работало. Камера сгорания. Это где мы смешиваем наше топливо с окислителем и получаем процесс горения. И внизу такая вещь, как сопло. О нем мы еще более подробно поговорим. Окей. Это в первом приближении схема самого простого ракетного двигателя. И сегодня мы с вами попробуем быть немножко инженерами и создать более совершенный ракетный двигатель. Итак, давайте для начала разберемся, как нам включить наш двигатель. Возможно, все из вас видели вот такую вот красивую картинку, когда тут такие зажигаются факелы, и это изображен старт шаттла. И многие люди считают, что вот эти вот вещи непосредственно и поджигают ракетный двигатель. Ну, очень похоже на правду. На самом деле, что может произойти в таком случае? Топливо будет выбрасываться из нашего сопла, потом подожжется и будет сильный удар по двигателю. То есть ударная волна войдет в двигатель, и таким образом вы можете разрушить двигатель или вывести его из строя. Это называется жесткий старт двигателя. И этого никоим образом нельзя допускать. Как я уже говорил, наши элементы горючий и окислитель мы смешиваем в камере сгорания. И нам именно здесь нужно осуществить процесс инициации горения. А ни в коем образом ни вот здесь и ниже. Вот те вот блестящие штучки, которые вы видели на видео, на самом деле ставятся для того, что при старте у вас не сразу может все топливо загореться, и часть его выбросится из сопла не сгоревшего. Для того, чтобы оно где-то не скопилось на стартовом столе, и потом не произошел взрыв. Именно для этого и делают эти вещи, чтобы дожечь не сгоревшее топливо. Но ни в коем случае не для того, чтобы запустить двигатель. Запустить двигатель можно по-разному. И самый простой способ изображен вот здесь. Я его называю «швабра». То есть на самом деле такая березовая палка Т-образной формы. И сейчас все пилотируемые миссии осуществляются на ракете «Союз». Вот здесь она изображена. И вот двигатели у этой ракеты запускаются с помощью вот таких вот березовых палок. Там в конце стоит пирошашка, которая осуществляет поджиг. И таким образом запускают ракетный двигатель. Это очень простая, кому-то покажется топорная схема. Но на самом деле на всех ракетах, которые сейчас отвозят людей к МКС, ракетный двигатель запускают с помощью вот такой березовой швабры. Есть, конечно, более совершенные схемы. Вот эта схема с двигателя ракеты «Ариан-5». Здесь пирошашка установлена внутри, и идет такой желоб, по которому идет выброс газа. И в камере, опять-таки, в камере сгорания идет инициация процесса горения. И дальше уже раскаленные газы вырываются из сопла и толкают нашу ракету вверх. Вот так, собственно говоря, выглядят эти пирошашки, которые готовят для ракеты «Ариан-5». Окей, как включить двигатель, мы разобрались. Но может возникнуть вопрос, если у нас процесс сгорения идет в камере сгорания, для чего же вот этот вот купол нужен, который я называю сопла? То есть зачем? В чем смысл? У нас есть камера сгорания, мы можем там запускать наш ракетный двигатель и спокойно лететь вперед. Но все дело в том, что не все мальчики одинаково полезны. Если бы у меня здесь под рукой был стул с колесиками, я бы мог вам показать, но вы можете представить, да? Если я возьму стул с колесиками и какой-то предмет отброшу от себя, я немного продвинусь в другом направлении. И здесь фокус заключается в чем? Чем быстрее я буду отбрасывать от себя предмет, тем больше я получу импульс, чтобы двигаться в противоположную сторону. Поэтому в нашей простейшей схеме, чем сильнее мы отбрасываем мальчиков, быстрее, тем быстрее ракета летит в другую сторону. И нам нужно добиться именно этого. Поэтому вот эта вот штучка, которая называется сопла, сделана для чего? В камере сгорания у нас газ находится под высоким давлением и высокой температурой, как видно здесь на графике. Но скорость его движения очень низкая. Когда он проходит через вот эту вот коническую штучку, у нас падает температура, падает давление, но очень резко возрастает скорость. И таким образом мы повышаем эффективность работы нашего двигателя. То есть мы наши раскаленные газы заставляем двигаться гораздо быстрее. Быстрее скорости звука в несколько раз. И тем самым мы гораздо быстрее движемся в противоположную сторону, что позволяет нам лететь вперед. Окей, по такой схеме, по простейшей схеме, были устроены маневровые двигатели на шаттле. Но тем не менее, если вдруг мы хотим сделать что-то более мощное, ведь мы же с вами всегда стремимся вперед, хотим двигаться дальше. И если мы задумаемся над тем, как получить больше мощности в нашей схеме ракетного двигателя, что мы можем с ней сделать? У кого есть какие идеи? Тут подсказка у вас есть даже на слайдике. Есть у кого-то идеи в зале? Турбина. Это турбина. Правильно. Для чего нам нужна турбина, как вы думаете? Турбина нам нужна для того, чтобы более эффективно наше горючее и топливо закачивать в камеру сгорания. Вот схематически, как представлена турбина. То есть у нас есть какая-то подача некого жидкого элемента. Мы его раскручиваем и с большой эффективностью можем забрасывать в нашу камеру сгорания. У нас остается только один вопрос. С помощью чего нам нужно раскрутить ось нашей турбины? И поскольку у нас есть замечательный горючий окислитель, мы можем взять небольшую часть его, горючего откислителя, направить на газогенератор, там сформировать раскаленный газ, который будет вращать нашу турбину. И турбина будет раскручиваться и вращать лопасти насоса, который будет более эффективно закачивать окислитель и топливо в камеру сгорания. Там более эффективно будет идти процесс горения. Мы получим больше мощности. Но тут главное, чтобы эта схема с нами не сыграла злую шутку. Потому что мы можем так эффективно нагнетать наш горючий окислитель, что у нас будет слишком большая температура. И конструкция нашего двигателя не выдержится, начнет плавиться, и в итоге мы получим такой красивенький фиарверк. Что же делают инженеры, когда получают какой-то взрыв ракетного двигателя, который они создают? Они расстраиваются. Что делают люди, когда они расстраиваются? Они идут грустить. Если вы пойдете куда-нибудь грустить и когда-нибудь пробовали какие-то подобные напитки, трехслойные, которые горят вверху, как их правильно пить? Через трубочку. Отлично. Вот мы и нашли инженера в зале. Но проблема в чем? Что трубочка, она пластиковая. И если вы просто пластиковую трубочку положите на огонь, она очень быстро расплавится. Но тем не менее, мы замечательно можем употреблять такие напитки и не плавить нашу трубочку. В чем же секрет? Секрет заключается в том, что жидкость, которая проходит через трубочку, она отводит тепло от стенок этой трубки. И таким образом вы ее можете на небольшой промежуток времени опустить в пламя, и она не расплавится, не сгорит. Потому что жидкость, которая внутри постоянно течет по трубке, она отводит тепло от стенок нашей трубочки, и трубочка сохраняет свою прочность. Отлично. В принципе, мы можем сделать то же самое и с нашим двигателем. Наше горючее мы не сразу будем направлять в камеру сгорания, а в нашем сопле мы в его стенках сделаем тонкое-тонкое отверстие. И наше горющее, перед тем, как попадать в камеру сгорания, будет по кругу проходить внутри стенок нашего двигателя и забирать излишнее тепло. Во-первых, таким образом мы будем нагревать наше горючее, что позволит ему более эффективно гореть. Во-вторых, мы будем отводить лишнее тепло от стенок нашего двигателя и энергию эту обратно направлять в камеру сгорания. И это самая эффективная система охлаждения конструкции ракетного двигателя, которую применяют сейчас. Именно таким образом практически все ракеты, которые летают, и пользуются. Есть альтернативный вариант. Мы можем внутренние стенки нашего двигателя покрыть многослойным композитным материалом. И он постепенно будет отгорать, отваливаться и улетать. Но таким образом мы тоже можем сохранить конструкцию нашего двигателя, но таким образом мы будем терять эту энергию. Она будет безвозвратно уходить. И вот здесь вы видите тестовые испытания двигателя Merlin. Это те самые двигатели, на которых сейчас летает ракета Falcon 9 компании SpaceX. Все слышали про Илона Маска, я надеюсь, да? Вот, отлично. И в первых модификациях их двигателя у них именно была такая многослойная композитная защита двигателя, которая позволяла сохранить конструкцию. Но какую первую ракету SpaceX планировала запустить, кто знает? Сейчас есть Falcon Heavy, Falcon 9. Да, а была Falcon 1. Действительно, на самом деле она есть. Вот здесь она изображена. Вот это вот первый Falcon, это девятка первой модификации, это уже современные модификации Falcon 9, а это Falcon Heavy. То есть она была достаточно небольшой, и там был только один двигатель. Их задача была продемонстрировать то, что они могут создать технологии для того, чтобы получить грант от NASA на разработку уже более большой, более серьезной ракеты. И у них были деньги на три запуска. И во время третьего запуска они решили изменить систему охлаждения двигателя и сделать ее более эффективной, как мы с вами придумали после нашего, пользуясь советами нашего эксперта в зале. Окей, что у них произошло? На этапе разделения первой и второй ступени, их ракеты, первая ступень слегка отошла, потом разогналась обратно, ударила вторую, ее раскрутила, и в итоге получили красивый большой фейерверк высоко в небе. И на четвертый пуск ракеты ребята практически сбрасывались чуть ли не всей компанией. Илон Масс был на грани банкротства. Четвертый пуск был удачный, ему повезло, но если бы не это, то, скорее всего, не было бы ни SpaceX, никаких ракет Falcon. То есть он действительно был на грани банкротства. Что же здесь произошло? Как я вам уже сказал, когда мы применяем систему охлаждения и эту энергию не теряем безвозвратно, которую мы отводим от стенок нашего двигателя, а направляем в камеру сгорания, мы получаем дополнительную энергию. И вот благодаря как раз этой дополнительной энергии, которая образовалась в работе двигателя первой ступени, он и получил дополнительный импульс, смог догнать вторую ступень, ударить ее и разрушить всю конструкцию. Но здесь вы можете задать вопрос, ну, господи, ребята же ракеты делают, неужели они такие глупые, почему они не протестировали все на уровне Земли? И они действительно сделали большое количество тестов. Но произошла такая ситуация, что они фиксировали конец импульса в том случае, когда давление внутри камеры сгорания равнялось атмосферному. А благодаря этой системе у них оставался остаточный импульс, но давление в камеры сгорания было меньше, чем атмосферное. То есть оно было не нулевое, но меньше, чем атмосферное. Поэтому каждый раз, когда они тестировали двигатели на поверхности Земли, они не могли выловить вот этот вот дополнительный прирост энергии, которая в итоге и привела к катастрофе. Это говорит о том, что на самом деле физика там за пределами нашей атмосферы и здесь работает немного по-разному. И пока вы не запустили какую-то ракету в космос, вы до конца не можете быть уверены, что у вас все работает хорошо, даже если на Земле вы провели десятки, а то и сотни тестов. Но, тем не менее, нужно отдать должное Илону Маску. Он не остановился, не разочаровался, смог найти там последние деньги, продолжил двигаться вперед, вынес важный урок из своих ошибок. И сейчас, уже в прошлом году, мы видели вот такую замечательную картину пуска ракеты Falcon Heavy, в которой было уже 27 двигателей Merlin, которые работали вместе в единой сцепке. Это было очень красивое зрелище. Кстати, в ближайший месяц будет второй пуск ракеты Falcon Heavy, уже не тестовый, а с полезной нагрузкой со спутником. Окей, но мы можем последовать примеру Илону Маску, не останавливаться на достигнутом и попробовать двигаться дальше. И попробовать выжать еще больше давления из нашей схемы. Что здесь мы можем внести, какое дополнение, какое улучшение в схему нашего двигателя, для того, чтобы он стал более эффективным? Я надеюсь, это было озвучание какой-то светлой мысли, которая пришла кому-то в голову. Есть у кого-нибудь идеи? Может, это подталкивает это топливо вниз? Хомячок в круговом колесе. Хомячок? Хорошая идея. Но опять-таки, я думаю, Greenpeace будет против того, чтобы мы хомячков запускали в космос. И вот на Heavy 27 хомячков нужно угробить на один запуск. Но это слишком бесчеловечно. Я не думаю, что так можно. Это где-нибудь там в эпоху 40-е, может быть, с вашей идеей кто-нибудь бы согласился, но мы уже действуем более гуманно. Смотрите, где мы здесь в этой схеме теряем энергию? Вот здесь. Когда мы вращаем нашу турбину, мы отработанный газ просто выбрасываем в атмосферу. Вот на этом снимке это хорошо, кстати, видно. Вот видите вот этот след? Вот это вот раскаленные газы, которые вырываются из сопла, а вот это вот черненькие, такие как выхлопные газы у автомобиля. Да? Это как раз вот этот вот дренаж, который сбрасывает топливо, которое мы используем для того, чтобы раскрутить нашу турбину. И что мы можем с ним сделать? Мы можем его направить в камеру сгорания. То есть не просто выбрасывать в атмосферу, а эти газы направить снова в камеру сгорания и тем самым повысить эффективность работы нашего двигателя. Это так называемые двигатели закрытого цикла. Есть реальные двигатели, которые летали по такой схеме. Это были двигатели на челноках Space Shuttle и двигатели RD-180, которые сейчас запускают ракеты Atlas V. Это реально используемые двигатели. Они очень хорошие, очень мощные. Илон Маск очень часто в Твиттере их хвалит и равняется на них. Но опять-таки, мы же не можем останавливаться здесь, мы же хотим идти еще дальше и изобрести еще более совершенную схему работы нашего двигателя. И, кстати, Илон Маск тоже. Есть схема, которая является более совершенной, но она ни разу никогда не летала в космос. Это так называемый цикл с полной глисификацией. У нас два контура работы и две турбины. Одну турбину мы вращаем очень сильно обогащенной смесью топлива, в которую мы слегка добавляем окислителя. А вторую турбину мы вращаем большим количеством окислителя и слегка туда добавляем топливо. В итоге у нас начинается процесс горения, но, естественно, сгорают не все молекулы, которые могут вступить в реакцию, но все переходит в газообразное состояние и все нагревается. И уже вот в таком виде оно попадает в камеру сгорания, что позволяет создавать более высокое давление в камере сгорания и более эффективно управлять процессом горения топлива. По такому принципу был построен двигатель RD-270 в Советском Союзе, но он никогда не летал в космос, были только стендовые испытания. И сейчас также ведутся стендовые испытания двигателя Raptor от компании SpaceX. Если они смогут его отправить в космос, то это будет первый ракетный двигатель, который работает по такой схеме и который отправится в космос. Также это будет самый мощный и самый эффективный ракетный двигатель из всех жидкостных ракетных двигателей, которые когда-либо создавались на нашей планете. В чем же сложности построить такой двигатель? Ну, мало того, что, как я сказал, это технологически самый сложный двигатель. Компания SpaceX планирует построить этот двигатель, который будет работать на паре жидкий кислород и метан. И вот здесь у нас пример самой простой реакции, которую мы учили в школе. Когда водород соединяется с кислородом, у нас получается вода, H2O. И давайте я запущу еще раз, чтобы вы увидели простейшая схема, которую мы много раз записывали в школе. Но проблема заключается в том, что в процессе этой химической реакции у вас происходят всякие переходные процессы. И по большому счету она может пойти не одним путем, а 23 разными путями. Вот здесь все варианты выписаны. То есть, когда мы просто молекулу H соединяем с молекулой O, у нас есть 23 варианта, как это может развиваться реакция. Когда же мы начинаем соединять метан с кислородом, то у нас возникает 53 возможных соединения, которые могут протекать в результате 325 различных реакций. И вот это вот списочек, который здесь бежит, это просто перечисление всех возможных вариантов, которые могут произойти. И вам мало того, что нужно просчитать все возможные варианты развития этой реакции, вам нужно еще управлять ею. Но и самая большая задача заключается в том, что это еще у вас не в статике, у вас это в динамике, и в процессе ускорения выхлопных газов из нашего сопла ракетного двигателя у нас газ переходит из дозвукового состояния в сверхзвуковое и в гиперзвуковое. То есть у нас еще и постоянно меняются условия среды, в которой проходит эта реакция. И вот это вот все нужно просчитать, протестировать, и в итоге выдать работающую модель двигателя. Вот здесь как бы материальные просчеты создания этого двигателя, здесь идет динамическая модель течения газов. В итоге это получается очень сложная задача, о чем недавно в своем твиттере признался Илон Маск. И он сказал, что мало того, что очень сложно создать этот двигатель, по его идее это должна быть ракета, которая будет многоразовая, которая будет осуществлять посадку на поверхность, и там еще нужно работать с дросселированием, то есть с мощностью работы этого двигателя. И это еще более сложная задача. Но тем не менее, ребята не сдаются, и они очень уверенно и шаг за шагом двигаются к этой цели. Вот предполагаемые значения эффективности этого двигателя. И вот здесь вот мы видим тягу. Если у двигателей, которые работают на Falcon 9, тяга 0,8 меганьютонов, то здесь должна быть 3. То есть он будет раз, да больше, чем в 4 раза. Да, раз в 5 более эффективный. В 5 раз более эффективный, чем те двигатели, которые есть у них сейчас. Это огромный скачок, и вы можете сказать, хорошо, а зачем же они используют это новое топливо метан? Почему не работать, как раньше на водороде или на керосине? Все дело в том, что метан очень легко можно получить из водяного льда и CO2. А как мы сейчас уже на сегодняшний день знаем, благодаря марсоходам и многим спутникам, которые были отправлены к Марсу, атмосфера Марса практически целиком состоит из CO2. В то же время, как на поверхности и под поверхностью были найдены большие залежи водяного льда. Там есть вода, но она в виде льда, не в жидкой форме. Сейчас очень много говорят о том, что когда-то раньше там была вода в жидкой форме, но на сегодняшний день она осталась там только в виде льда, и она в основном находится под поверхностью. Если же мы хотим построить какую-то ракету, на которой мы полетим на Марс, приземлимся туда, но не просто останемся там, а еще захотим вернуться обратно, то ситуация обстоит следующим образом, что у нас нет возможности ввести с собой топливо с Земли. То есть мы должны заправить ракету, взять туда продукты, посадить туда людей, прилететь на Марс, и когда мы прилетим, мы израсходуем все топливо, которое у нас было с собой. И для того, чтобы вернуться обратно, нам нужно на Марсе раздобыть топливо. Поскольку там есть большое количество водяного льда и СО2, а мы знаем несложную реакцию, как из этих компонентов получить метан и кислород, которые нам нужны для нашего полета, то мы можем сделать двигатели, которые будут работать как раз на метане и кислороде, прилететь туда и там на поверхности уже раздобыть топливо, с помощью которого мы заправим нашу ракету и сможем отправиться назад. То есть на самом деле мало того, что SpaceX сейчас делает конструктивно самый сложный двигатель, если все пройдет удачно, этот двигатель позволит нам без проблем летать на Марс и возвращаться обратно. У меня лично вызывает большое уважение стремление некоторых людей, которые, несмотря на все сложности и инженерные задачи, которые перед ними стоят, пытаются найти решение. И несмотря на свои ошибки, которые преследуют их с самого начала, с первых тестов создания своей компании, они балансируют на грани банкротства, но тем не менее продолжают двигаться вперед к своей мечте. Чего всем я вам и желаю. И если мы все будем проповедовать такие принципы, то я думаю, в ближайшем будущем мы очень скоро увидим какую-нибудь такую картину, когда люди будут ходить по поверхности Марса, а возможно и летать вокруг него. Спасибо. Если есть вопросы, то я готов ответить. Да, пожалуйста. А можно будет какой-то другой стержень из другого дерева, а не из березы? Я думаю, что он березовый, потому что береза символ России. Можно будет какой-то другого дерева? Я честно сказать... Ну, на самом деле, эта схема пришла... Ну, она была опробована еще в 60-й, и многократно пытались найти замену. Поджигать двигатели можно, естественно, не только с помощью березовых палок, да. Возможно, еловый показывает себя не хуже. Я не знаю, что сказать, не тестировал. Сейчас есть уже более сложные, более современные системы, но каждый раз, когда пытались внедрить это обновление, они упирались в одно простой аргумент. А зачем что-то менять, если это работает 60 лет и не дает никаких сбоев? А это самая дешевая вещь. То есть все, что вы предлагаете альтернативное, есть системы, которые разработаны поджигом с помощью лазера. Есть системы, которые инициируют процесс горения при помощи электрического тока. Но не все оказываются дороже. А на Союзе, там у нас получается 32 двигателя нужно запустить. И получается, что вы стоимость удорожания одной системы умножаете на 32 и получаете удорожание этой конструкции. И зачем нам применять какую-то новую конструкцию, которая будет стоить в разы дороже, когда у нас есть замечательные березовые палки, которые 60 лет работают и ни разу не сбойнули. И продолжают себе работать. Ну, здесь на самом деле, в зависимости от того, как вы топливо выберете, будет нужно разное количество. Давайте вернемся в начале. В начале нашу замечательную схему устройства ракеты. Она нарисована не очень четко, но, в принципе, основная идея заключается здесь в чем? Что на самом деле полезная нагрузка, она составляет просто какие-то проценты, единицы процентов от общей массы ракеты. И практически 90% массы ракет – это топливо и окислитель. И дальше у нас возникают разные варианты. В зависимости от того, какое топливо мы выберем, оно будет разной плотности. И если мы говорим про водород, с ним есть очень серьезные проблемы. Первая проблема с водородом в том, что он переходит в жидкое состояние при очень низкой температуре. И его очень сильно нужно охлаждать. Вторая проблема – то, что у него очень низкая плотность. Если вы возьмете одну и ту же массу керосина или водорода, то водородный бак у вас окажется в несколько раз больше. Поэтому, если вы помните запуски Space Shuttle, там такая оранжевая штука была, к которой Space Shuttle был подвешен. Вот там оранжевая штука – это топливный бак. Помимо того, что у него были боковые твердотопливные ускорители, которые его вначале выводили вверх, вот эта вся большая штука, когда он выходил на орбиту, отваливалась от него и потом сгорала в плотных слоях атмосферы. То есть, следующая проблема с водородом. Поскольку у него молекула очень маленькая, он проникает в металл и ухудшает его прочность. Поэтому, на самом деле, с водородом очень много проблем, как его хранить, как его получить и как на нем лететь. Да, есть удачные примеры, когда все эти проблемы были решены, но это очень сложно. Если говорить про керосин, с ним попроще. Он может быть в нормальных условиях в жидкой форме. Он гораздо более плотный. Но у ракетных двигателей есть такая характеристика, как удельный импульс. Удельный импульс – это как долго двигатель сможет вам обеспечивать тягу в 1 ньютон при работе с 1 килограммом топлива. И получается такая ситуация, что на керосине этот показатель гораздо ниже, чем на водороде. То есть, вам нужно сделать более громоздкую конструкцию, вам сложнее хранить, но у вас получается более эффективное топливо, которое при той же массе сможет вам позволить дальше улететь. И следующий момент. Для того, чтобы долететь на Марс, все будет зависеть от того, какой груз вы хотите донести на Марс. И сейчас у нас есть уже успешные миссии, такие как марсоход, который сейчас передвигается по поверхности Марса. Curiosity – у него вес был порядка тонны. То есть, тонну груза мы можем сейчас на действующих ракетах, на том же Atlas 5, смело запускать на Марс. И никаких проблем нет. Эти технологии у нас уже есть. Единственное, что у нас, конечно, нет возможности пока вернуть этот марсоход обратно. Но, тем не менее, то есть, вот на ракете Atlas 5 вы сможете тонну груза туда отправить. Для того, чтобы отправить туда марсоход, этого уже достаточно. Но для того, чтобы отправить туда пилотируемую миссию, не получится. Потому что, помимо экипажа, им еще нужны продукты, им еще нужны всякие материалы, всякие приспособления, которые бы позволили выжить на поверхности Марса. Понятное дело, что все это в тонну не поместится. Потому что срок полета по самой выгодной траектории… В чем еще проблема? Земля и Марс постоянно вращаются по орбите, вращаются с разной скоростью. Поэтому периодически не друг от друга отдаляются, периодически приближаются. И есть оптимальное пусковое окно, которое открывается раз в два года. Ну, чуть больше, чем в два года, ну, плюс-минус раз в два года. Когда вы можете с Земли полететь на Марс и потратить на это меньше всего времени и энергии. И все равно это будет чуть больше шести месяцев. То есть вам нужно пилотируемую миссию, шесть месяцев чем-то кормить, поить, поддерживать их процесс жизнедеятельности. То есть у них должен быть кислород для дыхания с собой. И сейчас, пока у нас нет ракеты, которая бы позволила это сделать. То, что предлагает компания SpaceX свой Starship, у них по проекту этот корабль сможет выводить 150 тонн на низкую околоземную орбиту. По их прикидкам, этого должно хватить для того, чтобы отправить первую пилотируемую миссию на Марс. Но и то, там вполне возможно, что будут прибегать к плану, который впервые озвучил Роберт Зубрин под названием Mars Direct. То есть первая ракета забрасывает все необходимые инструменты, жилье, продукты питания, генератор для выработки электроэнергии на поверхность без людей. Когда это все приземляется на поверхность успешно, хорошо и начинает работать, тогда уже на следующей ракете отправляется экипаж, который прилетает туда, и он уже спокоен, что там у него есть где жить, есть чем дышать, есть что кушать, и есть топливо, которое позволит ему лететь обратно. Нам еще на ту же точку попасть на Марс. Что-что? Нам еще попасть на ту же точку на Марс, когда все приземлили. Да, но вот это на данный момент кажется сейчас самой слабой проблемой. То есть вот с этим проблем вроде бы как нет. По идее приземлиться в ту же точку несложно, потому что все марсоходы, которые летели на Марс, они планировались к посадке в определенной месте, и они садились где-то там, да, то есть может не сантиметр в сантиметр, но вот в том районе, в пешей доступности, скажем так. Поэтому пока вот это считается самой маленькой проблемой. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста. Про ионные, плазменные и прочие перспективные двигатели. Можно что-то рассказать хотя бы вкратце, насколько я понимаю? Ну, да, дипспейс. Да. Ионы двигателя, как я уже говорил, есть такое понятие, как удельный импульс, который показывает, насколько далеко вы на одном килограмме топлива сможете улететь, развивая тягу в один ньютон. Что-что? И который у них слишком слаб, чтобы они оторвались от земли. Вот, да, в чем хороши ионные двигатели? У них вот этот вот показатель, он просто огромный. Он в десятки раз больше, чем у жидкостных ракетных двигателей, но у них проблема в том, что они создают очень маленькую тягу. Он не может развить достаточно мощности для того, чтобы просто себя увести в космос. Тяга слишком маленькая. Поэтому на данный момент их используют очень часто как маневровые двигатели на спутниках. И была миссия у НАСА, которая летела в главный поезд астероидов, и там исследовала Цереру и несколько астероидов. И суть вопроса в чем? То есть взяли спутник, на котором был установлен ионный двигатель, его на обычной ракете с жидкостными ракетными двигателями выбросили в космос, а там в космосе он уже полетел на ионном двигателе. И это оказалось более эффективно, чем всю дорогу лететь на обычных жидкостных ракетных двигателях. То есть сейчас основная проблема с этими двигателями с тем, что они развивают очень мало мощности. Они очень-очень эффективны, очень классны, но не получается решить проблему с тем, чтобы создать достаточно мощный ионный ракетный двигатель. Поэтому и SpaceX для своих полетов на Марс, и Джефф Безос, который является владельцем Amazon, и у него сейчас есть мечта сделать так, чтобы было большое количество пилотируемых миссий на Луну. Они все выбирают для своих проектов жидкостные ракетные двигатели, и в ближайших лет 10-20, скорее всего, этот тренд не поменяется. Ну, если не произойдет какого-то гениального открытия, который просто перекроит все влево-вправо. Каждая двухфазная схема, вывод на орбиту Земли на обычном жидкостном двигателе и, допустим, на Марс, на ионы, сколько это реально? Ну, пока это менее эффективно, потому что вы, когда вышли на орбиту, там же, получается, по-хорошему вас нужно один раз пнуть, и дальше вы по инерции долетаете. И этого вполне хватает на жидкостных ракетных двигателях. Ионный двигатель с собой тащит эту вот болванку вверх, чтобы там он начал ускорять. И опять-таки, поскольку у него тяга очень маленькая, он очень медленно будет вас ускорять. Он будет очень долго вас ускорять, но очень медленно. То есть вам, получается, половину пути нужно будет ускоряться, половину тормозить. И на полетах к Марсу, которые по космическим масштабам у нас практически за углом, пока что это не имеет смысла. Есть некие проекты, которые создают такой корабль, который летает на ионных двигателях, он летает постоянно, то есть он как маршрутка такой циркулирует от Марса, Земля, Марса, Земля, и постоянно туда-сюда носится. Там вроде бы как это выгодно, но сейчас пока не нашлось людей, которые были бы готовы инвестировать в то, чтобы построить эту маршрутку, и не совсем понятно, как с ней дальше работать, с этой маршруткой, как стыковаться. Был такой проект, он озвучивался еще в 70-е, 80-е, то есть такие проекты озвучивали, что вот в будущем когда-нибудь. Но пока всерьез никто, насколько мне известно, не стал его прорабатывать и пытаться реализовать. Все, что сейчас в ближайшие годы может быть реализовано в металле, это все-таки вот жидкостные ракетные двигатели. А ион на это уже, если лететь куда-нибудь далеко, когда-нибудь потом, может быть. Да, еще вопросы? Нет, давайте поблагодарим нашу. Аплодисменты. Спасибо.